Неудачное время для ловли рыбы с судна. Как соблюдается запрет на навигацию маломерных судов в Саратове, решили выяснить инспекторы ГИМС и организовали рейд в экватории Волги. Вместе с ними отправилась и наша съемочная группа. На воде оказалось неспокойно. Саратовские рыбаки бросились на утек при виде проверяющих. Все подробности расскажет Полина Попенец. Вот посмотрите, какая тут толщина. Толщина льда в 20 сантиметров и при этом плюсовая температура ничуть не пугают Анатолия. Заядлый рыбак ради нескольких килограммов рыбы готов часами сидеть на хрупком снежном острове в экватории Волги. Район Нового Осокорья знает не понаслышке. Здесь Анатолий когда-то чуть не утонул. И как выбирались? Когда нажимаешь на лед, он проваливается. А когда уже начинаешь лежа перекатываться, он выдерживает, вылазишь, ничего. А? Страха никакого нет. Чего здесь? Вот чужая. Вода она есть. Столько лет на рыбалке. Чего же ты бояться? На практике, по словам спасателей, те, кто увлекается зимней рыбалкой, особенно под конец сезона, становятся жертвами своего хобби. Только по статистике Государственной инспекции по маломерным судам с января этого года ими было зафиксировано 6 несчастных случаев с рыбаками. Привлечь к ответственности в таких случаях по закону нельзя. Мы сейчас не только проводим на зону контроля детства, но еще профилактическую. Вы сами прекрасно видите, что на последний момент люди пытаются, не повзирая на безопасность, пытаются порыбачить. И чтобы не произошла трагедия, мы пытаемся ее предотвратить. Мы убеждением, общением людей просим уйти. Однако уходят рыбаки недалеко. В акватории Волги полно любителей другой живности – раков. Маломерные суда, скрытые камышами, сотрудники ГИМС все равно находят. Двое мужчин, увидев лодку инспекторов, особо не волнуются. Уверены, что закон не нарушают. Ловят пресноводных руками. Руками. Руками? Да. Прям ныряете? Нет, на камыше сидят. На камыше сидят? Да. Во-первых, нырегация закрыта. Ну, если у них были бы в лодке орудия лова, и при этом у них не имелось бы разрешения лицензии на добычу рака, то в таком случае вставляется административный протокол и уже отправляется непосредственно в рыбу инспекцию для принятия решения. По требованию инспекторов мужчины отпускают свой улов обратно в реку. Отсутствие раколовок освобождает рыбаков от штрафа за ловлю. А вот за то, что на воде не в сезон навигации, придется заплатить. Подходим сначала сюда. Поближе, поближе. Я просто лодку сделал, ну, ключу, но решил попробовать проехать. Ну, я понимаю. Что в мешке? Да нет ничего. Мужчина уверяет, никуда отплывать и рыбачить не собирался. Однако даже ненадолго выйти в акваторию, по словам сотрудников ГИМС, можно лишь полностью укомплектованным с документами на управление маломерным судном. К тому же есть правила оформления номерных знаков лодки. Вы должны набивать 1,4 форшцевник контрастной краской. И не вот такие, как вы сделали. Это первое. Во-вторых, при выходе на маломерное судно, тем более сейчас, где спасательные средства, отсутствуют. Сезон навигации в Саратовской области начнется только с 15 апреля. Однако в ходе ежедневных рейдов инспекторы штрафуют больше десятка любителей Волги. За свое увлечение приходится платить от 500 до 1000 рублей.